Зима для легкоатлетов не время расслабляться. У спортсменов сейчас межсезонье, но именно в этот период закладывается фундамент для успешного выступления на весь год. Поэтому для ребят проводят краевые старты приморская зима. Здесь легкоатлеты соревнуются в классических дистанциях, но в день открытия стартов особое внимание уделено барьерному бегу. Ведь на крытом манеже присутствовал ас этой дисциплины. Владимир Степанович это старейший наш. Все его любят, уважают. Во-первых, он спокойный. Чтобы разозлить его, это просто невозможно. Очень ровный, вежливый человек. И очень грамотный. И технический, и научный. Так высказываются коллеги о Владимире Степановиче Студенчикове. Он уже больше полувека тренирует юных атлетов на стадионе «Динамо». И недавно ему исполнилось 90 лет. Поэтому соревнования начинаются с поздравления почетного гостя. Надеюсь, что следующая цифра будет 90 лет, потом 100. Ну и так дайте. Раз! Сколько нужно? Сейчас Владимир Степанович уже не тренирует, а выступает в роли консультанта. Готовит спортсменов к выступлению на всероссийских стартах. Опытный наставник знает практически все секреты барьерного бега. В такой дисциплине каждое лишнее движение – ошибка. Спортсмены теряют драгоценные секунды. И эти знания опытный тренер доносит до своих учеников. Я с ним познакомился осенью. И вот получается всю осень и всю зиму я с ним подготавливался, с ним подводились к соревнованиям. Я с ним подправил немного, парочку моментов в своей технике, которые мне помогли хорошо показать результаты. Владимир Степанович признается, что тренировать ребят уже сложно. Да и здоровье не позволяет. Но помогать молодежи считать своим долгом. А доверить такое тонкое дело пока никому не может. Опытный наставник воспитал пять мастеров спорта, которые побеждали на чемпионатах России и СССР. И до сих пор в деле его держит любовь к легкой атлетике. Признается, что именно она и специальная диета стали секретами его долголетия. Большую часть жизни ел картошку и капусту. Так получала жизнь, что это всегда было. А потом в нашем Приморском крае здесь было все-таки рыбу легче было достать, морепродукты. Притом такая дешевая, как морская капуста. Она очень полезная. Много микроэлементов полезных. Даже я спортсменам говорю, чтобы они хоть и немножко ели ее. Сезон у легкоатлетов начинается в конце весны. В начале марта во Владивостоке пройдет шиповка юных. Там ребята поборются за отбор на всероссийские старты.